И об спорте. На минулих выходных у Гомеля пройшел другой открытый турнир сирот ветеранов и аматоров великого тенниса. Его просвятили 70-ти годовому юбилею Сергея Котова, который на начале 2000-х первым назначали у Гомельской областной федерации тенниса. Под обязанностей у наших корреспондентов. У первого турнира пройшел в минулом году. Его мета не только развитие массового тенниса, но и пропаганда здорового ладу жизни. Первый старшин Гомельской областной федерации тенниса Сергей Котов регулярно занимается этим видом спорта и показывает приклад юным спортсменам. Является теннис таким видом спорта, не молодым, а разновозрастным. Я мне самому 70 лет, я еще играю в теннис, и после таких, я вам скажу, турниров не хочется зачехлять ракетку. У широкого долга же харов тенниса нашей области Арсений Баглай. 74-годовому аматору спорта помогает в жизни. Дякую, что яму з'явились сабры однодумцы, а это, кажется, спортсмен, сокрет здоровья и молодости. Мотивирует, прежде всего, желание играть в эту игру. Она очень устраивает, потому что не нужен большой коллектив, нужен один партнер, ну или, если пару, то три человека. Вот находим и играем, и уже на протяжении, трудно сказать, сколько лет. Мы, может, и не были в большом спорте, но любителями стали, и вот стремимся играть в эту игру, любим ее. Удел у турнира принял у тебя перешний кировник областной федерации теннисом, директор предприемства «Спартак» Олег Житков. И он во взрослой группе 80+, у парных гульнях занял третье место. Арсений Баглай – другое. Сергей Лучкин, Павел Куликовский, Сергей Ивашов стали першими у категориях 30+, 40+, и 60+, отповедно. Дальше сегодня основное заключается в том, чтобы все получили заряд хорошего настроения, бодрости и положительных эмоций. Сегодня мы постарались не просто здесь собрать всех желающих поиграть в теннис, и самое интересное, что таких людей немало оказывается у нас в городе, но и мы решили немножко их стимулировать призами, чтобы было заинтересовано собираться на регулярной основе, и было не только желание играть, но еще и общаться, знакомиться, заводить какие-то даже простые полезные знакомства. В планах организаторов турниру зарабить с поборницами международными. В будущем Гомель запросит и представников из России, Украины и инших краин.